И снова и снова здравствуйте, дорогие мои друзья! Меня зовут Ирина, вы на моем канале. Ирина Мечтательница, связанная и сказанная. Сегодня продолжаю тему шапок, шапочек, шапулек. Я участвую в совместном проекте «Свежи шапку 5 на 5». 5 недель, 5 шапок. Конечно, я с отчетами немножко запаздываю, извиняйте меня, пожалуйста, великодушно. Что сегодня по шапкам? Сегодня шапочка вот такая, шапка-шлем. Она готова, готова давно. Ну, тут вот ниточки еще. Почему еще я ее не отсняла? Есть у меня еще такой маленький такой вот момент, который я хочу к ней доделать. Это детская шапочка-шлем. Связана она из пряжи Каала с добавлением пряжи «Ласковое детство». Шапка-шлем. Ну, тут ничего нового, ничего особенного. Все, что называется, как всегда. Шапки-шлемы, они же практически все вяжутся одинаково. То есть я вязала ее вот отсюда, от лица, что называется, резинкой 2х2. Продолжила просто чулочной вязкой, то есть каждый ряд, это был у меня лицевой. Убирала боковушку как пятку. И уже здесь вот, ну да, здесь вот когда лицо набирала, там снимала петлю. Ну, в общем, шапки-шлемы вяжутся настолько одинаково, настолько огромное количество мастер-классов по этим шапочкам, что тут вот все вязала как всегда. То есть вязала от лица, потом глубина шапки, потом набирала здесь вот, уходила в горло. И здесь не то, что манишка или намек на манишку, просто такое вот маленькое горлышко, что называется. Она, конечно, небольшая размером, поэтому на себя напялить не смогу при всем желании. Что по этой шапке такого, о чем бы я хотела сказать? Эту шапочку я вязала не в одну нитку, а в две. Я уже рассказывала, когда говорила об этой пряже Каала, что она форму-то не держит. Поэтому я вязала ее вместе с ниточкой ласковая, вот, не та бумажка, ладно, ласковое детство. Вот она Каала, цвет 75727. И вот она, вот это вот ласковое детство синее. Не ту бумажку схватила. А, про этот. Наверное, не зря я схватила эту бумажку. По этой бумажке хочу сделать такой небольшой, небольшой анонсик. Я уже не первую неделю занимаюсь этой ниточкой. Это новый Махер Мерина Кид Махер. Махер Меринос Нейлон из Пандекс. Замечательная пряжа. Ну, вот, раз уж за нее взялась, чуть попозже, чуть-чуть про нее покажу. То есть, ласковое детство. 225 граммов, 225 метров в 50 граммах. Это вот такая, это вот то, что осталось. Ну, ну, не хочется за весами мне идти. Осталось прилично. Наверное, треть матка. Э, это то, что осталось от Коала. Ну, от Коала ничего не останется. Почему? Потому что к этой шапочке я хочу еще сделать шнурочек. Вот я его вяжу. Этот шнурочек, он там будет вот. Где шапка? Потому что вот эту часть я хочу стянуть на шнурочек, чтобы подтягивать от ветра. То есть, шапочка детская, резиночка будет вытягивать со временами. И хочу сюда вставить шнурочек. Вот такой шнурочек я вяжу. Думаю, что сегодня я, наконец-то, этот шнурок добью. Ну, некогда, некогда. Хотя бы, что тут шнурок вязать? Отдельно хочу, сняла чуть-чуть отдельно, как я вяжу вот такие шнурки. Потому что, казалось бы, что-то простое. Я думала, и мы все думаем, что это все знают. Оказывается, нет. Вот тут сижу, вяжу шнурок, и девочки спрашивают, а что это, а как это вяжется. Поэтому, маленький кусочек видео, как я вяжу шнурок. Шнурок я вяжу и спицами, и крючком. В данном случае я вяжу этот шнурок спицами. Это полый, круглый шнурок, как его только не называют. Ну, то есть, вот, чуть дальше. Маленькая, коротенькая, вот, чуть-чуть совсем, по этому шнурку. Вяжу вот такой вот шнурочек для шапочки. Кто-то называет круглый шнур, кто-то полый шнур. Ну, мне кажется, и то, и другое название, оно одинаковое, верное. То есть, что хочу показать. Как вязать шнурок. Шнурок можно вязать спицами, можно вязать крючком. Почему вот этот шнурок вяжу на спицах? Потому что у меня нитка меховая, и способ вязания крючком здесь мне не нравится. Кто-то вяжет и так, и так. То есть, покажу оба способа, как я вяжу. То есть, беру крючок, нитку такую вот поярче, чтобы было лучше видно, и не очень тоненькую. Самым обычным способом закрепляю ниточку на крючочке и три воздушные петли. Раз, два и три. В первую петлю от крючка завожу крючок, вытаскиваю рабочую нить и не провязываю. В следующую петлю и тоже не провязываю. Вот у меня на крючке три ниточки. Теперь я вот здесь вот хорошенько зажму, буду держать эти петли и уберу крючок из первых двух петель. Раз, два. А в эту петлю, в первую, я провяжу столбик без накида. Вот так, скажем. В следующую снятую петлю то же самое я вот так провязываю. Но это не столбик, это просто провязываю вот я рабочую нить. И в следующую то же самое провязываю. Вот так. У меня на крючке снова три петли. Точно так же зажимаю и снимаю первые две петли с крючка. Первую петлю провязываю. Вторую петлю захожу крючком, провязываю. И третью петлю. Вот тут самое главное не потерять петли. Провязываю. Почему, когда вот у меня пряжа вот такая, как эта, меховая, её не видно и так. А если я вот буду крючком этот шнурок вязать, я тут вообще ничего не увижу. И не зажму я их, потеряю, конечно. То есть вот снова я убираю две петли с крючка, провязываю сначала эту, потом вот эту, и потом вот эту. Вот таким образом. И ещё раз держу, чтобы они не убежали. Эту провязываю, потом вторую, и потом третью. И так по очереди мы вяжем, вяжем себе и вяжем до того момента, какая длина шнурка нам нужна. С обратной стороны вот он получается шнурочек. Аккуратненький, такой толстенький, объёмный, фактурный. Вот снова я две петли снимаю, третью провязываю. Первую, в нашем случае первую, потом вторую, потом третью. Вот таким образом. Вот такой шнурок получается, если его вязать крючком. Когда уже закончено наше вязание, тут всё просто. Длина шнурка устраивает. Беру рабочую нить и протаскиваю вот их все. Ну и закрепляю. Вот и всё. Грубо говоря, вот он шнурок крючком. Если спицами. Вот на спицах я вот этот вяжу. Чтобы связать спицами шнурок, нужны спицы, вот в чём секрет спицы с рабочей поверхностью с двух сторон. Чулочные, носочные, без разницы, как их называть. Количество петель в зависимости от ширины шнурка и от толщины пряжи. Вот здесь у меня в этом шнурочке всего две петли. Здесь, чтобы показать, как это я делаю, четыре петли я наберу. Вот четыре петли. Набрала и передвину их на эту сторону спицы. Беру другую спицу. Где тут у меня рабочая нитка-то? Вот. Не снимая петель, как при любом вязании, сразу вот сюда за переднюю стенку я захожу и подбираю рабочую нить. Вот так. Дальше все петли лицевые. Последняя петля тоже петля лицевая. Я вяжу шнурок лицевыми петлями за переднюю стенку. Думаю, что возможно и так, и так правильно, но мне больше нравится за переднюю стенку. Мне кажется, так ровнее. Снова передвигаю рабочее полотно по спице и делаю всё то же самое. Первая петля, сразу рабочую нить, протягиваю и немножечко так подтягиваю. Дальше все петли лицевые. И последняя тоже никакая не кромочная, она тоже лицевая. Вот у нас шнурочек уже заворачивается. Точно так же передвигаю его по спице. Рабочая нитка вот она с этой стороны. А вязать я буду сразу за эту петлю. И таким образом шнурочек стягивается. За переднюю стенку беру сразу рабочую нить. И снова все петли лицевыми. Шнурок стягивается. Снова передвигаю по спице. Спицами мне иногда кажется, что даже проще, потому что не надо следить, что петли не убегают. Но вот тонкой пряжей мне всё-таки больше нравится вязать шнурки крючком. И снова все петли лицевые. И таким же образом продолжаем мы это дело вязать до нужной нам длины шнурочка. Вот с этой стороны уже видно, что он закручивается. И вот здесь вот изнанка, вот он становится кругленьким, объёмным и симпатичным. Вот крючком, вот спицами. То есть одинаково получается хороший круглый шнурок, который может служить и завязками, и просто декорацией. Вот таким образом я вяжу шнурочек для шапочки. Такой получается мохнатенький, твёрденький. Если бы я вязала его тут на 3 или на 4 петли, он бы был очень толстым. Мне это не нужно. Поэтому этот шнурок я вяжу на 2 петли. И то же самое. Вот я провязала, передвинула на эту сторону. Вот я сюда захожу лицевой петлёй и провязываю лицевой. Вторая петля. У меня их всего тут 2. Вот. И опять я его сдвигаю. И так я буду его вязать до нужной мне длины. Вот такие шнурочки. Простенькие, незамысловатые, но симпатичные. Можно связать и крючком, и спицами. Раз уж я схватилась за вот эту вот пряжу кедмохер. Покажу немножко кедмохера. Немножко кедмохера. Это будет такой вот небольшой анонсик. Но я думаю, что скоро я уже это сделаю. Вот что я вяжу. Не то, чтобы мне прям нужна шапка из этого кедмохера. Нет. Просто любая новая пряжа, она требует понимания. Какой он мягкий. Вот такой вот кедмохер. Кедмохер, меринос, нейлон и спандекс. Я никогда не видела такой нитки. Никогда ее не трогала. И когда мне в руки попалась вот эта вот пряжа, я была в недоумении. Прямо так скажем. Но попробовать-то хочется. Хочется попробовать. Хочется понять, что это за нитка. Как ею работать. И вот такая вот у меня вырастает. Вяжу шапку. Потому что в шапке проще всего понять, что это. Потому что когда я отвязала образцы, ничего не поняла. Вяжу шапочку. Она будет двойная. Я просто вяжу вот такое вот полотно, которое потом я соединю и друг друга вставлю. Ну, это маленький-маленький анонс. Я не нашла в интернете ни одного обзора по этому кедмохеру. Поэтому я очень медленно, очень вдумчиво. Я работаю этой ниткой и снимаю постепенно вот этот вот обзор на вот эту пряжу. Все мои эксперименты, что и как получается. Ну, это как бы к СП шапке не относится. Но все-таки шапка будет. Поэтому, раз уж схватилась за эту нитку, вам хочу показать. Она такая мягкая. Мягче мохера я еще не встречала. Просто вот удивительная мягкость, удивительная нежность и прозрачность. Что и как это получится. Вот как только я вот это отвяжу, тут же я выпускаю видео по вот этому мохеру. Заинтригую 50 граммов. Знаете, сколько метров? 600. 600 метров 50 граммов. Это просто, ну вот, сказочная сказка. Я теперь практически, ну, поняла, как работать эта нитка, что это, как это. Ну, и чуть позже вы обязательно увидите. Мне самой не терпится наконец-то это довязать и это все отснять, чтобы как можно больше людей узнали, увидели вот такую замечательную нитку. Ну, это вот по мохеру. По мохеру. Что я хочу сказать еще по вот этой пряже Коала. Вот эту шапку вместе с ласковым детством Коала я вязала как? Сначала я вязала четверкой. И только потом я ушла вот сюда вот на горло, на пятерку я ушла. Вот эту вот шапочку, которую я вам уже показывала, она, конечно, намного свободнее связана. Здесь тоже вот резинка 2х2 и здесь 2х2. Но она намного больше, она рыхлее, она такая вот. И вязала я ее вместе с этим, с бобеволом. То есть вот если говорить о количестве петель в сантиметрах, конечно, у каждого своя рука, владыка своя рука вяжет. Почему сейчас вот это померяю? Потому что, извиняйте, вы же видите, что я на комментарии отвечаю не сразу, потому что сразу нет времени. Но вчера, когда я заходила, вот буквально бегом в YouTube, видела комментарии, я видела вопросы. На эти вопросы я отвечу вам обязательно. Спасибо вам большое за вопросы. Я отвечу обязательно поподробнее. Но сейчас, поскольку я эти вопросы вспомнила, я хочу посмотреть. Вот у меня вот в этой шапке, но не помню я уже сколько я там петель набирала. Вот в этой шапке здесь у меня по лицу набрано 61 петля. Ну, одна, чтобы в круг замкнуть. То есть 60 петель. Если я вот так вот совсем грубо, совсем грубо я вот так померяю, вот так вот, мне же надо очки надеть. Вот так. Совсем грубо я померяю, то есть у меня здесь получилось 24, 24 сантиметра у меня получилось. Ну, значит, пополам. 60 петель, значит, 30 петель, 24 сантиметра. То есть по всей окружности у меня получается почти 50 сантиметров. Но надо понимать, что шапка еще не стирана. То есть я ее вот только-только отвязала. Она, конечно, подвытянется. Даже несмотря на то, что она здесь с чистой шерстью вместе, она все равно потянется. Потому что коала ее за собой потянет. Тут как бы сомнений нет. Но вот хотя бы я вот померяю и запомню для себя, чтобы ответить людям на вопросы-то, а то ведь, видите, как получается. Не всегда записываю, что я вяжу. Потому что так бах, раз и вяжу. Ну да, вот еще раз я померяю. 25 сантиметров, 30 петель, грубо говоря. Резинка 2 на 2, спица 4. В этой шапке, где же она уже? В этой шапке, ну можно, конечно, посчитать петли. Посчитать петли. Ну я ж не буду тут на камеру петли считать. Но она свободнее, она там спицы побольше была. И вязала я ее рыхлее. Вот. То есть пряжа коала. Она для шапок подходящая. Ну это мой вердикт. Вы же знаете, я всегда вам говорю только то, что вот я свои эксперименты провела. Даже вот на ощупь. Вот эту шапочку и вот эту вот я держу в руках. Это рыхлее, это тоньше. А это уже плотнее. Но я и хотела ее вязать плотнее, что, ну все-таки детская шапочка. Чтобы она была поплотнее. Вот эту часть можно пришить. Вот я еще вот думаю, может я ее пришью и внутри пущу шнурочек вот этот. Может я просто шнурочек породину вдоль резиночки. Не знаю, посмотрим. Нитки пока специально не убирала, чтобы вот показать, что она в две ниточки. То есть вот тут у меня начало. Вот тут вот я закончила шапку. Она без шва. Я люблю такие шапки. Я даже взрослые шапки вот частенько вяжу вот таким образом, шлемом. Я люблю, чтобы все было закрыто, чтобы все было тепло. Потому что у нас морозы-то сильные бывают, но не так часто. Но у нас вот этот дурацкий ветер, который сносит все на своем пути. И сырость. Наши питерские болота, к сожалению, вот, ну к сожалению, у нас такая погода. Говорят, что даже вот морозы в Сибири легче переносятся, чем наша вот эта вот сырость. Ну вот по шапочкам на сегодняшний день вот такой мой отчет. То есть вот шапочка, шлем. Сейчас мы снова это на куклу наденем. Вот такой вот у меня получился эскимосик. Ку-ку. Потому что на большой голову, на манекен я пыталась ее надеть. Она очень сильно растянулась. Ну и потом, зачем это надо? Ну а это прошлая Каала. Прошлая Каала, которая не участвовала в СП. Это вот шапка 5 на 5. Ну, всегда интересна новая пряжа. Всегда интересно, как она получится. И вот здесь, казалось бы, та же самая пряжа Каала. Две разные шапки. По-разному связаны. И они получились разными. Ну, то есть вот так. Это я о том, что каждый раз все получается по-другому. Ну, и небольшой такой мой был анонсик. Вот по этой пряже. Мерина Кидмахер. Производитель Вента де Италия. Топ-Лайн Книд. Я вот такую пряжу никогда не видела. И очень рада, что я с ней познакомилась. И мне так хочется побыстрее, побыстрее ее отвязать, чтобы вам все это вот показать, чтобы вас, чтобы вас заразить на эту пряжу. Чтобы захотелось бы вам тоже ее попробовать. Ну, и на этом я скажу вам до свидания, до новых встреч. Будьте здоровы.